так друзья сегодня готовим кабачковую запеканку оставайтесь со мной берите на заметку рецепт легкий готовится быстро рецепт вкусный вкусные ребятки и для тех кто хочет худеть такая кабачковая запеканка просто это будет для вас выручалочка блюда можно кушать каждый день ну а для приготовления кабачковой запеканки естественно нам понадобятся кабачки либо можно взять цукини либо можно взять и кабачки и цукини как в данном случае буду делать я у меня немножко кабачков штучки 2 и у меня есть три цукини это молоденькие кабачки цукини буквально вчера вечером я собрала с нашего огорода все все пропорции и полный рецепт я обязательно оставлю в описании под видео поэтому кому интересно запеканка кого заинтересовал такой рецепт посмотрите ребята в описании под у меня здесь вот такая чаша в ней такой дуршлаг он вставляется сразу буду натирать дуршлаг чтобы стекал лишний сок от кабачков потому что кабачки в запеканку мы будем класть слегка отжатые от сока поэтому я вот сюда буду сразу дуршлаг так вот эти кабачки мы натерли вернее я натерла оставляю в сторону пусть они пока стоят далее нам понадобятся обычные плавленые сырки на мой рецепт уйдет вот таких три плавленых сырка эти сырки я предварительно на полчаса поместила морозильную камеру чтобы было их легче натирать сырки я тоже натираю на крупной терке вот так вот я натерла плавленые сырки если вам тяжело натирать плавленые сырки и они прилипают к терке помимо того чтобы поместить их морозильную камеру рядом можете поставить миску с ледяной прям холодной водой обматывать в эту холодную воду плавленый сырок и натирать на терке сырки трутся великолепно вот такой вам мой совет пока я буду готовить заливку сырки я убрала холодильник чтобы они были охлажденные и не расплавились раньше времени и так мои дорогие друзья теперь готовим заливку для заливки я беру 5 яиц но здесь уже сами можно 5 нужно 6 можно 7 как вы хотите яйца вашу запеканку не испортят а наоборот улучшат я беру вот пять штук крупных яиц вбиваю их в миску также для приготовления заливки мне понадобятся сливки сливки можно заменить на сметану либо даже если у вас нет ни сметаны ни сливок вы можете заменить на молочко но желательно брать побольше жирности как раз то для овощной запеканки желательно чтобы жирность была высокая у молока или сметаны но у меня в данном случае сливки яйца я перемешаю до однородности здесь миксер нам не нужен здесь достаточно перемешать яйца вилочкой и сюда вливаю вот такие сливки ну у меня естественно сливки ребята деревенские настоящие самые натуральные но и магазинные сливочки вам подойдут если вы живете в городе и у вас нет возможности приобрести домашние сливки нашу заливочку хорошо перемешаем до однородности и скажу ребятки сами кабачки солить я не буду достаточно того что я посолю нашу заливку и вот подсоленной заливкой мы будем заливать нашу запеканку вот такая у меня очень маленькая чайная ложечка и я вот эту ложечку сыплю где-то полторы ложечки у меня маленькая чайная если у вас стандартная чайная ложечка сыпьте просто одну чайную ложечку кабачки у нас натерты сырки у нас натерты в холодильнике заливочка у нас готова осталось порезать мелко зелень я пошла на огород за зеленью нарвала петрушечки с огорода свеженькой хорошо помыла полотенцем слегка обсушила от лишней влаги и петрушечку вот так нарезаю меленько можно взять любую зелень можно взять укроп петрушку даже сельдерей кинзу все что у вас есть можно все зелени вместе смешать можно какую-то одну так ребята все у нас готово для того чтобы уже начинать готовить запеканку значит кабачки постояли они стекли и вот здесь сок но я еще теперь в отдельную миску отожму вот так руками ну а теперь друзья смотрите что нам нужно для нашей запеканки натертые кабачки натертые плавленые сырки заливка из яиц и сливок либо можно заменить на яйца со сметаной или яйца с молоком и порезанный хороший кучок зелени берем форму я буквально сюда чайную ложечку масла сначала я сырки выкладываю в наши кабачки вот так выкладываем сюда же выкладываем зелень и теперь эту массу нужно просто хорошо смешать конечно для этого нужно брать более глубокую миску но опять же зависит какую порцию запеканки вы будете делать вы можете конечно же уменьшить количество ингредиентов я делаю вот такую порцию какую я делаю потому что это вкусная легкая запеканка и я буду ее кушать и сегодня и завтра духовку ребята я уже включила за пять минут за десять можно включить на 180 градусов чтобы сразу в горячую духовку ставить и вот таким образом я выкладываю нашу овощную массу диаметр моей формы я тоже напишу в описании под видео еще раз повторюсь полный рецепт будет в описании под видео и также диаметр моей формы тоже я напишу значит я выкладываю половину половину смеси и эту половину я сейчас хорошо так еще раз слегка пролью вот эту половину я слегка проливаю так все достаточно и выкладываем сделаем ровненько чтобы заливка не выбежала вот так вот по краям разровняем и теперь нашу запеканку зальем полностью вот этой оставшейся смесью конечно для таких запеканок с заливками всегда желательно брать форму с глубокими и высокими бортами глубокую форму ну вот ребята наша запеканка и готова она запеклась выпекалась моя запеканочка при температуре 180 градусов 40 минут ну смотрите по своей духовке сразу скажу когда ваша запеканка готова вы ее не вынимаете сразу из духовки духовку выключите и минут на 10 оставьте запеканку в духовке затем я вымыла запеканку из духовки когда она у меня там постояла 10 минут и вот на столе оставляю сейчас она еще горячая горячие запеканки не надо разрезать надо дать им остыть до теплого состояния тогда она не распадется тогда кусочек будет очень хорошо выниматься и красиво лежать на вашей тарелочке а в горячем виде любой пирог любая запеканка они распадаются на блюдо и мы попробуем что же у нас получилось она еще ребята горячевата лучше всего ее вытаскивать вынимать когда она совершенно остынет и будет тепленькая посмотрите сколько соуса здесь сырного так теперь показываю что у нас получилось посмотрите мои дорогие какая она пушистая сочная воздушная повторюсь она горячая поэтому такая она очень нежная когда она остынет она будет плотненько держаться и ее будет легче вынимать из формы но у меня еще горячая но тем не менее она хорошо вынулась она не разваливается она держит форму она очень вкусно пахнет у нее румяная корочка и внутри вот такой сливочный сырный соус за счет плавленых сырков из оливки из сливок мои дорогие теперь я конечно же попробую и скажу вам что получилось хотя она еще горячеватая тем не менее хочется очень попробовать ребята божественно божественно скажу очень нежная пропеклась хорошо очень нежная мягенькая такой вкусный нежный сливочно сырный вкус очень соли мало такая нежно нежно солененькая нету много соли поэтому я и говорила достаточно соли сыпать только в заливку сами кабачки не солите ребята это очень вкусно это она ещё горячая вольт PD это она еще горячая а когда она остынет она будет иметь совсем другой вкус потому что сейчас сыр горячий когда сыр остынет она будет совершенно иметь другой вкус она будет ещё вкуснее очень вкусно очень вкусно рекомендую очень такая легенькая такая легенькая легенько но она будет сытно она будет сытно вот еще сегодня я с вами поделилась одним из вариантов блюдо на котором можно снижать свой вес поэтому мои дорогие худеть легко худеть можно вкусно и просто ну всем спасибо за просмотр спасибо что были сегодня со мной подписывайтесь на мой канал и если вам понравилось мое видео поставьте мне пожалуйста лайк жду ваших комментариев всем всего самого доброго и до новых встреч не пропустите мои следующие видео